Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча посвящена полугодовой учетности, которая у нас в июле приходится. И поговорим мы про налог на прибыль и про декларацию налог на прибыль. Вы видите на экране наши контактные данные, наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если вам по какой-то причине оказалось неудобным время или вы не смогли посмотреть целиком весь вебинар, то через некоторое время мы выкладываем запись вебинара на сайте. И вы можете посмотреть, во-первых, удобное для вас время, а во-вторых, там достаточно много разных материалов, которые могут оказаться вам полезными или интересными. Вести сегодняшний вебинар буду я, консультант-аналитик Одинесс Гардышева Галина. И приглашаем вас к сотрудничеству. Мы будем рады оказаться вам полезными. Мы выполняем весь спектр работ по программам Одинесс и продажу программ, и настройку, и внедрение, и заработку. То есть любой каприз. Итак, мы начинаем. Программа нашего вебинара сегодня будет заключаться вот в чем. Мы с вами поговорим про тонкости заполнения декларации, про заполнение листа 02. Затронем немножко тему КВК и уведомления, и, естественно, дополнительные сервисы и отчеты. Строится наш вебинар будет таким образом. Мы будем по слайдам смотреть нормативную, так сказать, информацию. И будем переключаться с вами на конфигурацию 1С ERP на демобазу. И смотреть то, о чем мы поговорили с вами, уже, так сказать, на практике, ручками трогать то, о чем мы поговорили теоретически. Итак, начинаем. Значит, в 2023 году, в общем-то, очень много и регламентированных форм отчетности было принято новых. И полностью изменилось налогообложение. Но это уже, так сказать, не совсем свежие новости. Поскольку организации сдавали совсем недавно отчетность за первый квартал, то это уже, так сказать, многие опробовали на практике. Но, тем не менее, вопросы, которые к нам поступают, все-таки достаточно и разнообразны, и затрагивают ситуации, которые уже вроде как не вполне себе новость, но все равно вызывают вопросы. Итак, что у нас касается общих, так сказать, моментов. То есть декларацию по прибыли подают все организации, которые применяют общий режим и которые являются платильщиками налога на прибыль. И плюс ко всему налоговые агенты. Но есть еще ряд других компаний, мы сегодня не будем их затрагивать, которые тоже, в принципе, должны подавать декларацию по прибыли. Отчетность по прибыли, по, ну, сказать так, уже исторически, наверное, сложившимся реалиям подают через ТКС. В ту инспекцию, в которой приписано предприятие, в которой зарегистрировано предприятие. Если у предприятия есть обособленные подразделения, в этом случае необходимо подавать и декларацию в целом по компании, и декларацию по каждому подразделению в ту налоговую инспекцию, где расположено это обособленное подразделение. Как быть, если у вас не было доходов и расходов, то есть, например, не велась деятельность? В этом случае вы все равно должны подавать нулевую декларацию, в которой заполняются только обязательные листы. Что такое обязательные листы, мы с вами чуть позже тоже проговорим. А сейчас мне хотелось бы еще про одно новшество сказать, остановиться, так сказать, на нем. Потому что эта информация была уже опубликована. И несмотря на то, что это будет касаться следующего года, то есть 1 января 2024 года, налог на сверхприбыль, особенно для крупных компаний, придется сдавать. И к этому надо заранее подготовиться. Сразу нужно сказать, что новшество не затрагивает компании, которые относятся к МСП, то есть малому и среднему бизнесу. И если у них в 2021-2022 годах либо не было прибыли, либо была прибыль не выше 1 миллиарда рублей. То есть это рассчитано на крупный бизнес. Так что малыши, если можно так сказать, могут не сильно переживать. И планируется этот налог, то есть налог на сверхприбыль, как единоразовый. И про это уже достаточно много пишут. Сейчас это прошло, чтение в Госдуме было согласовано. Так что, в общем-то, это уже не проект, а уже, скажем так, реальность, которая будет применяться с 2024 года. Что у нас касается налога на прибыль. По прибыли мы первый раз сдавали по новой форме отчетность за первый квартал. Изменений в форме отчетности и в порядке предоставления у нас не происходило. И, соответственно, в общем-то, правила формирования декларации тоже не изменились. Поэтому мы применяем форму, которая была за первый квартал. И в этом плане, если можно так сказать, у нас полугодие более спокойное, потому что основные изменения, которые были, у нас действуют с нового года. Но все-таки есть некоторые тонкости. Если у вас, независимо от того, есть у вас доходные и расходные части или нет, вы заполняете титульный лист. То есть на титульном листе, как вы помните, у нас располагаются регистрационные сведения, ну, то есть наименование, код налоговой инспекции, код периода и так далее. То есть здесь, в общем-то, обычно он не вызывает никаких сложностей. И идут, то есть обязательные разделы. Это подразделы 1.1 и 1.2. Соответственно, лист 0.2 и приложение к нему первое и второе. Если у вас были операции, то вы переходите и отражаете, вот как вы видите, у меня отмечены галочками, другие операции. Ну, естественно, если у нас это есть. То есть перенос убытка прошлых лет, ну, конечно, в том случае, если у вас был убыток. Выплата дивидендов в том случае, если вы их начисляли и выплачивали. За обособленные подразделения уплата, ну, соответственно, тоже. Возможно, у вас нет операции с векселями, ценными бумагами. Да, вам не надо заполнять этот раздел. Если есть, то, соответственно, вы должны его заполнить. Продажа основных средств, уступка требования и получение целевого финансирования. Это обязательные подразделы. И, естественно, если у вас были операции по ним, то вы их должны заполнить. Следующий момент – это, как вы знаете, для того, чтобы заполнить декларацию по прибыли. Кроме того, что мы заполняем титульный лист в любом случае, чтобы операция неправильно и корректно была сформирована, необходимо выполнить несколько других операций перед формированием декларации. Ну, во-первых, это технические операции, то есть необходимо проверить дубли. Чаще всего дубли справочников, потому что по налогу на прибыль это может быть критично, если у вас есть дубли, например, контрагентов или помеченные на удалении объекта, которые не удалены, но по ним проходят какие-то операции. Ну, естественно, проверить, чтобы у вас все было внесено, вся первичка, которая у вас есть, должна быть и внесена в программу, и проведена. То есть необходимо восстановить последовательность и проверку документов на полноту проведения. Делается это обычно, когда мы делаем закрытие месяца. Мы немножко позже к этому еще раз вернемся. И необходимо выполнить операции, которые делаются обычно до закрытия периода. Ну, во-первых, это начисление зарплаты по-любому, а во-вторых, это сверки, во всяком случае, как минимум с наиболее крупными поставщиками и покупателями. Ну, и уже, так сказать, завершение всего, это учетные операции закрытия месяца. Закрытие месяца немного отличается, например, в бухгалтерии и в ЕРП, несмотря на то, что ЕРП полностью содержит блок бухгалтерии. И тоже выполняется по блокам. Сейчас мы с вами перейдем к нашей конфигурации, к демо. И прежде чем мы поговорим про закрытие месяца, я хотела бы сказать пару моментов о том, что нужно проверить вообще до того, как вы принялись закрывать месяц. Вот по этой пиктограммке мы можем просмотреть информацию о вашей конфигурации, о вашей базе. То есть пиктограммка из точки, значит информация. И здесь у нас с вами указывается платформа программы и сам по себе релиз конфигурации. Мы с вами сейчас будем смотреть на релизе 2.5.12.87. Это не последний релиз, потому что сейчас уже есть и 13-й, но это, тем не менее, достаточно новый. Почему я на этом останавливаюсь отдельно? Потому что все обновления, которые содержат требования нормативных документов, естественно, должны отражаться своевременно и в конфигурации. Поэтому, если вы начинаете готовить отчетность, нужно убедиться, что у вас актуальные формы отчетности установлены, установлены, имеются актуальные механизмы по обработке документов, по начислению налогов и так далее. То есть вот эту операцию необходимо сделать, чтобы убедиться, что вы все применяете правильно и что вам вашу отчетность не признают непредоставленной. Итак, у нас с вами все, что касается, собственно говоря, декларации по налогу на прибыли, по прибыли находится в двух разделах. То есть это финансовый результат и регламентированный учет. Потому что раздел НСИИ администрирования предполагает, что если вы уже работали в программе, то у вас этот раздел заполнен, заполнены учетные политики и все остальные тонкости, которые касаются именно вашего предприятия. Значит, в меню подразделий финансового результата контролинг содержится, наверное, основной раздел, который касается декларации, это закрытие месяца. Но обратите внимание, здесь есть еще несколько помощников. Один из них – это помощник по учету НДС и распределение прибыли, о, расходов, извините, то есть распределение расходов на финансовый результат. Но интересует нас еще и регламентированный учет. Почему? Потому что в ЕРП данные по проводкам, то есть по бухгалтерскому учету, формируются в конце месяца. И, например, если вы, не дожидаясь конца месяца, хотите прикинуть, какой у вас примерно будет финансовый результат, то это можно сделать, во-первых, при формировании и закрытии месяца не окончательным, а второе – это в разделе регламентированный учет. У нас с вами есть вот такой помощник – отражение документов в рекучете. Когда мы открываем, у нас с вами… Сейчас подвинем, чтобы было все видно. Вот. У нас с вами открывается вот такой диалоговый окно «Отражение документов в регламентированном учете». На самом деле это очень удобный сервис. Почему? Потому что автоматически программа выполняет проверку по определенному алгоритму и выдает сообщение, когда что-то где-то у нас не в порядке. То есть, видите, документы, требующие проверки. И идет ссылка, что это у нас три документа с 16 января. Мы должны обязательно посмотреть, что же мы здесь такого накосячили. И, видите, статус проверки не проверен. То есть, не проверен, это значит, надо как минимум уделить внимание и как максимум посмотреть, что же с этим случилось. То ли это я просто считала ворон в этом моменте, то ли здесь действительно что-то требующее серьезного внимания. Но в моем случае, видите, поскольку у меня демо-база, то у меня не настроена обмен с документооборотом, электронный документооборот. То есть, в принципе, от меня в этом случае требуется, чтобы я его настроила, подключила. Иначе у меня не будет, например, сверки с контрагентами, не будет возможности получать электронные документы от своих партнеров и так далее. И я вижу документ, и что у меня в нем не совсем правильно. То есть, видите, возврат денежных средств от подотчетника. Я пыталась его провести, но у меня чего-то не пошло. Чего-то пошло не так. Значит, мне нужно будет сюда вернуться и посмотреть. Мы закроем сейчас лишнее. И то же самое касается ручных проводок. Когда я в документе разрешаю, ставлю отмечку, что разрешено ручное редактирование. И, соответственно, пишу проводки, которые штатными механизмами не предусмотрены. То есть, это всегда обозначает, что бухгалтер допустил какую-то ошибку. И, соответственно, если я разрешаю ручное редактирование, то, ну, переводим на русский язык, мне либо некогда, либо не хватает квалификации для того, чтобы скорректировать это именно так, как предусматривается по программе. И отражение документов. То есть, видите, настроить счета учета. Это значит, что для каких-то операций я не предусмотрела счета учета. Естественно, программа их не может представить. Если мы переходим по этой ссылке, то открывается вот такое диалоговое окно, где вот здесь мы можем выбрать любой раздел, ну и, соответственно, настроить. Фактически, мы с вами ищем, где либо есть красное подчеркивание. В этом случае это обязательно требует редактирования. Либо еще что-то. Ну, вот у меня, видите, в товарах один какой-то, вот он. Здесь что-то не настроено, то есть, по-хорошему, мне нужно туда сходить. Это номенклатура и проверить карточку номенклатуры, которая у меня выдает вот такую ошибку в учете. Сейчас более подробно мы не будем рассматривать. Ну, вот видите, этот у меня один. Ошибка три. Три ошибки нашло. И вот еще у меня шесть документов. Опять же, заметьте, и январьских. То есть, чего-то я в начале года, видимо, либо не разобралась, либо неправильно настроила. Поэтому надо мне вернуться сюда. И, соответственно, здесь видите движение денежных средств, сертификаты и так далее. То есть, и взаимозачет за должность. Ну, поскольку взаимозачет за должность, это вообще очень такой, ну, сам по себе достаточно опасный документ. То есть, здесь нужно не перепутать, кто с кем и что зачитывает. Ну, то есть, это требует очень внимательного отношения к конкретным документам и договорам. И вот здесь вот обратите внимание, когда я открываю, это у меня журнал операции. И, соответственно, я могу просмотреть, что... И вот сейчас у меня стоит курсор на конкретной позиции. И я вижу, что мне требуется сделать настройщика учета. И комментарий. Почему программа считает, что это не настроено. То есть, принцип такой же. Мы возвращаемся, ищем, что у нас не настроено, и ставим нужные проводки. И, как видите, достаточно подробно по каждым... По проверке документов, по ручным проводкам, по БУХ-учету, то есть по проводкам, которые формируются на основании документа. И, в принципе, этот режим можно настроить на автоматическое формирование, то есть автоматический запуск по расписанию и спуститься, посмотреть по расписанию. У нас, к сожалению, было достаточно много вопросов. Почему не проводится, например, такой-то документ? Когда начинаешь смотреть более пристально, оказывается, что либо ГФУ, то есть группа финансового учета не проставлена, либо номенклатура не задана, счета учета. Ну, то есть ошибки, которые, в принципе, вроде встречаются уже давно, не только в этой конфигурации, но, тем не менее, до сих пор вызывают определенные сложности у пользователей. Это мы с вами посмотрели разделы регламентированный учет и помощник отражения документов в регламентированном учете. Если мы с вами переходим в финансовый результат и контролинг, то, соответственно, здесь у нас больше всего закрытие месяца нас интересует. И помощник по учету НДС, потому что без правильно оформленного НДС, соответственно, будет отражаться в отчетности неправильно очень многие моменты. А помощник по НДС, видите, тоже очень удобный и по такому же принципу, как отражение в регучете построен. То есть у нас есть разделы и, соответственно, гиперссылки по конкретной операции, которая выставляется. И если здесь присутствуют ошибки, то мы их точно так же будем видеть, как и при отражении в регламентированном учете. Как вы видите, здесь есть разные операции и, соответственно, перед формированием отчетности нужно просмотреть, где у нас есть ошибки, где у нас нет ошибок. Ну, просмотреть. И есть небольшой дополнительный сервис, то есть это сверка данных учета НДС, по НДСу и формирование отчета по надежности наших поставщиков. Как вы знаете, сейчас очень большое внимание надежности поставщиков уделяется не только в разрезе НДСа. Сейчас у нас контролируют поставщиков и налоговые органы, и банки. И в банках внедрена новая система светофор, когда предприятию коммерческому присваивается какой-то цветовой индекс. То есть, например, зеленый – это все, это мы зайки, у нас все хорошо, мы белые и пушистые, хоть и зеленые. Желтый – это как на светофоре, значит, у вас где-то были обнаружены операции, попадающие в разряд рискованных. Красный – это все пропало, с таким поставщиком или с таким контрагентом работать нельзя. И, соответственно, кроме того, что работать нельзя, если вы пытаетесь осуществить перевод в адрес такого лица, то банки могут и вас поставить в красный лист, и потом очень сложно снимать эту метку. Так, сейчас мы с вами это позакрываем, чтобы нам не мешалось. И немножко поговорим про закрытие месяца. В ERP существует два варианта закрытия месяца. То есть, у нас может быть окончательное закрытие и предварительное закрытие. Чем они отличаются? Предварительное закрытие – это закрытие месяца без пересчета себестоимости. То есть, это просто закрытие затратных счетов, но себестоимость, допустим, списания ТМЦ в производство, в бытии и так далее не производится. А вот окончательное закрытие месяца у нас уже выполняет полностью пересчет себестоимости списываемых товароматериальных ценностей, ну и, соответственно, весь остальной объем обязательных мероприятий. И здесь у нас, видите, есть подсказочка, то есть, вот, очистка неиспользуемых движений по регистрам. В этом случае достаточно просто нажать кнопочку «Очистить». Распределение расходов будущих периодов. То есть, видите, у меня стоят отметочки, что это все у меня сейчас не выполнено. А, соответственно, готовить декларацию по прибыли на данный момент я не могу, потому что у меня в декларации будет цена дровной майки. И для того, чтобы закрыть месяц корректно, я должна посмотреть, что же у меня здесь не так. То есть, вот, по крестикам я открываю эти разделы, смотрю и устраняю, если здесь есть какие-то ошибки, я их должна устранить. После этого я уже запускаю окончательное закрытие периода, и у меня формируется нормальный финансовый результат. То есть, здесь у меня должны стоять вот такие вот отметочки, то есть, что все мои операции выполнены успешно. И, собственно, после этого я уже могу ставить дату запрета редактирования документов, чтобы после закрытия месяцев у меня уже никто ничего в этот период не внес. Сейчас мы с вами снова переключимся на наши слайдики. Так, и, то есть, то, о чем мы с вами сейчас поговорили, это у нас технические операции, то есть, те, которые мы должны выполнить до закрытия месяца. следующий слайд, который мы с вами посмотрим, это вот практически то, куда мы с вами сейчас ходили. Упс, промахнулась. То есть, первое, это отражение документов в регламентированном учете. Я показываю слайд, чтобы лучше закрепилось, куда мы должны идти и что мы должны делать. Этот режим у нас находится в разделе регламентированный учет, и, например, его можно использовать, если вы выполнили какие-то операции и проверить, как они у вас легли, то в этом случае можно отметить отражение документов в регламентированном учете и посмотреть на результат, что вы все сделали правильно, что никаких сложностей не возникло и ошибок нету тоже. Сам по себе закрытие месяца обработка у нас находится в разделе финансовый результат и контролинг. И, как вы видите, вот я на слайдике когда делала, у меня некоторые операции были не только не выполнены, но были и неактуальны. То есть, соответственно, по плюсику я могу открыть и точно так же я могу по гиперссылке, то есть, вот подробнее синим текстом я могу попасть в перечень, что у меня здесь были за ошибки и соответственно их исправить. Еще одна тонкость в ERP режим закрытия месяца не требует монопольного доступа. То есть, если в бухгалтерии мы, например, закрытие месяца делаем в монопольном доступе, то в ERP это не обязательно. Единственное, что просто программа будет работать медленнее, чем обычно. Ну, и еще обратите внимание, поскольку в ERP вы можете ввести несколько юрлиц, не обязательно одно, то не забывать, что при закрытии месяца нужно выбирать то юрлицо, которое у вас будет формировать декларацию по прибыли и, соответственно, проверять по раздельности, не по всем месте. Еще один момент, еще один слайдик, который я вам хочу показать и который тоже связан с формированием отчетности, это вот такой вот слайд, в котором программа сама себя хвалит и говорит, какая она умница. То есть, на самом деле, 1С отчетности это у нас и раздел информационный то есть, это перечень форм отчетности и других сопутствующих операций и наименование сервиса. сейчас мы с вами снова переключимся на демо-базу и посмотрим, что это такое. То есть, если я нахожусь в разделе регламентированный учет, то у меня вот здесь вот, видите, есть раздел 1С отчетность. То есть, здесь у меня и журнал сформированных отчетных документов, переписка с налоговыми, сверки, ну, то есть, вы видите, достаточно большое меню. Когда я перехожу в это меню, у меня срабатывает еще, сейчас появится у нас вот это, вот это рекламная ставка, то есть, в этом случае это рекламируется сервис 1С, дополнительный сервис, позволяет обмениваться напрямую с налоговыми органами, минуя оператора ТКС. То есть, здесь прелесть в чем, что, ну, всем привычные алгоритмы действия это сформировали какую-то отчетность, ну, допустим, вот я выберу, пусть будет отчетность по физлицам, мы выбираем какую-то конкретную отчетность, которую я хочу сделать, я хочу вот это выбрать, соответственно, я это выбираю, и у меня появляется отчетная форма, которую я хотела. Ну, вот на данный момент я выбрала СЗВТД совершенно по конкретной причине, у меня по этому юрлицу нету данных, у меня там не было ни приемов, ни увольнений, но на самом деле я могу допустим так вот сделать, сформировать эти данные, и это отчетность, которая заменяет бывший СЗВТД, а сейчас это отчетность ИФС-1, и допустим отправить какие-то отчеты, которые у меня сформировались, сформировались именно в ОГИНС напрямую на сайт налоговой инспекции. В этом случае я миную оператора ТКС, и у меня сразу получается внесены данные на сайт налоговой, ответ приходит опять же от налоговой напрямую, минуя оператора электронной связи. Почему это удобно? Потому что это как минимум один-два дня экономится на пересылке, то есть получается, что третье лицо участвует в обмене, и за счет прохождения через него экономится один-два дня. это очень важно, потому что у нас сейчас есть ситуации, когда мы должны в течение пяти дней либо дать отчет, либо подать пояснение, либо отправить уточненный расчет. Согласитесь, если из отпущенных пяти дней один или два дня съедается на пересылку файла, то это уже достаточно много. Допустим, почему я говорила, что разные релизы, потому что, смотрите, здесь вот есть интерфейс, то есть, собственно говоря, выполняется операция по подбору. Если бы у меня был, например, прием или кадровое увольнение, то есть какое-то кадровое мероприятие, у меня бы здесь отразились эти события. И потом при формировании печатной формы я могу выбрать уже либо ЕФС-1, либо, например, если это касается предыдущих периодов, если мне необходимо подать какие-то корректировки или исправления, я выбираю форму СЗВ-ТД, то есть это форма, которая использовалась до 1 января этого года, и, соответственно, если я подаю корректировку, то я ее обязана подавать в той форме, которая действовала на момент первичного документа. то есть у нас с вами сейчас мы это запишем, чтобы нам не мешалось, у нас с вами регламентированный учет, 1С это не только название раздела, но и название дополнительного сервиса. Сервис очень удобный, хотя здесь нужно сделать оговорку, он условно бесплатный, если можно так сказать, то есть для подписчиков ИТС-ПРОФ, у тех, у кого версия ПРОФ, это будет для одного юрлица, это будет бесплатный сервис. А если, например, у вас подписка ИТС-Техно, то в этом случае это будет за дополнительную денежку, но правда очень по дружественным ценам, потому что, например, подписка на проверку контрагентов на год стоит 4800 рублей, если мы разобьем это помесячно, то сумма будет более чем дружественная. А в этом разделе 1С-отчетность мы, соответственно, можем видеть и получать переписку и получение рег данных, ну, то есть вести, так сказать, полноценный обмен. Сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдам. Так, мы сейчас делаем вот так. Вернемся к нашим слайдам, то есть вот такой рекламный блок вам будет доступен, когда вы попадаете в этот отчет. И здесь, как видите, достаточно подробно расписано, что это за сервис. Вот по ссылочке вы можете перейти, видите, гиперссылка здесь написана синим текстом. Почитать во всех подробностях какая-то прелесть. И подключиться тоже очень несложно, то есть вот вы переходите по вот этой ссылке и по большому счету вам не нужна помощь с админа, вы можете это сделать самостоятельно. Теперь еще один момент. Кроме так, мы вернемся к тем слайдикам, на которых мы остановились. Мы с вами говорили про закрытие месяца и говорили про то, что у нас есть обязательные к заполнению так сказать листы и какие технологические операции мы должны выполнить и учетные операции перед тем, как закрыть месяц. То есть, чтобы получить корректную декларацию по налогу на прибыль, нам требуется сначала закрыть месяц. При этом мы посмотрели дополнительный сервис декларацию. вот еще что мне хотелось сказать. То есть, как нам получить декларацию? Ну, во-первых, естественно, мы можем получить ее из рабочего места 1С отчетность. Ну, а во-вторых, список задач, мы можем в списке задач написать, что у нас есть задача допустим, создания декларации. Сейчас еще раз переключаемся в демо-базу и, соответственно, мы можем перейти так, не очень удачно открыла. Мы можем с вами перейти вот начальная страница. Обычно, если мы работаем с задачами, то в верхней части экрана у нас отражается список задач. И, например, если мы задаем задачу составления декларации, то мы можем отсюда перейти сразу в меню по составлению декларации. В обычном порядке вот она наша регламентированная отчетность. И, видите, у меня вот здесь вот программа себя похвалила. Я скажу позже. И дальше мы по кнопочке создать выбираем ту отчетность, которая нас интересует. В нашем случае это декларация по прибыли. Соответственно, декларация по налогу на прибыль. И я выберу организацию. Ну, пусть будет промресурс. Обратите внимание, вот такое окошечко предупреждения выскакивает в том случае, если менялись формы отчетности. И мы можем по вот этой ссылке посмотреть, какие формы и когда у нас были применены. В принципе, это важно, особенно, если у вас небольшое предприятие и вы, допустим, не знаете, когда сейчас, по каким датам должно быть изменение. ну, естественно, я напоминаю, что с 1 января этого года у нас с вами единый срок подачи декларации любых, так же, как и единый срок уплаты налогов. То есть, мы при формировании декларации проверяем только, что это у нас именно та редакция, именно действующая редакция, и мы все делаем правильно. То есть, мы в этой форме создаем декларацию. У нас доступно и записать, и заполнить. То есть, я выбираю кнопочку заполнить, и у меня формируется какая-то отчетность. То есть, видите, у меня заполняются здесь сведения, при этом хочу напомнить вот про что. И если мы поленились при первоначальном заполнении не заполнили какие-то сведения, ну, например, сведения о предприятии, то, соответственно, в декларацию попадут либо пустые места, либо прочерки, и придется в режиме ручного редактирования эти сведения добавлять. Поэтому, когда вы заполняете, например, сейчас мы с вами перейдем, посмотрим, институты и администрирования, меню организации, когда вы заполняете, ну, вот любое первопопавшееся взяли предприятие, вот это у нас с вами карточка организации, и, соответственно, когда мы заполняем сведения про организацию, лучше заполнять все поля, которые вы здесь видите. Почему? Потому что они однозначно участвуют при формировании отчетности, то есть титульного листа, либо еще каких-то листов в отчетной форме, и, соответственно, использовать проверку контрагента, потому что в этом случае вы выводите только ИНН, и вот по такой доступной кнопочке все остальные сведения у вас заполняются автоматически из сведений, которые в регистрационных данных у вас указаны. То есть, видите, у меня не стоит аквет, поэтому мне это и гнется там при составлении определенной отчетности и так далее. То есть, видите, вот здесь у меня указан налоговый орган, которым у меня зарегистрировано мое предприятие. Естественно, поскольку у меня это демонстрационная база, то данные, которые здесь указаны, конечно, не совпадают с реально существующими. Если я увидела, что я в чем-то ошиблась, я могу по кнопочке изменить, взять сведения про налоговую инспекцию и соответственно изменить сведения про налоговую инспекцию. То есть, вот эти вот сведения лучше очень внимательно заполнять, то есть, фактически адрес налогового органа, телефон и так далее, заполнять все без пропусков, то есть, не считать, что это важно, это не важно, а заполнять все именно по информации, которую вы нашли в открытом доступе или в регистрационных своих документах. после того, как мы заполняем общую информацию, ну, соответственно, адреса и телефоны, вот здесь нужно сразу конкретно говорить, что у меня не заполнен юридический адрес, значит, у меня счет фактура будет формироваться с ошибками. Соответственно, фактический адрес тоже самое, но если фактический адрес для, например, счет фактуры я могу опустить, то есть, теоретически должен подставиться юридический адрес, то если у меня ни то, ни другое не указано, то будет проблема. Телефон точно так же теоретически должен быть указан в счете фактуры, ну, и так далее. Соответственно, регистрационные данные, то есть, здесь все, что у нас касается нашего предприятия, то есть, пенсионный фонд, ну, сейчас это фонд, объединенный фонд, объединенный социальный фонд России, мест страхования, то есть, коды, которые были присвоены вашим организациям при регистрации, допустим, до слияния фондов, необходимо здесь проставить, поскольку они все-таки действующие еще не прекратили свое действие. Заявление на подключение к ДНС-отчетности, то есть, это именно использование вот этого дополнительного сервиса. Ну, видите, то есть, если не используется, то лучше проставить, что не используется, но проверить все, что требуется. И дальше закладочки учетная политика и зарплата и кадры. То есть, в учетной политике это, естественно, все, что касается регламентированного учета, потому что касается проводок и отражения в налоговых сведениях. И обратите внимание, у нас здесь теперь появился учетная политика по БОК-учету, учетная политика по налогу на прибыль, по НДСу, и, соответственно, если у нас, например, ваше предприятие имеет льгот, например, является резидентом особой экономической зоны, то, естественно, в настройках нужно это указать. И обратить внимание еще вот на что. То есть, у нас закладочка зарплаты и кадры. И, как вы знаете, сейчас у нас воинскому учету уделяется очень большое внимание. Соответственно, в связи с мобилизационными мероприятиями, ну и вообще, поскольку у нас в ERP есть разделы, которые требуют дополнительной активации, то есть, например, в бухгалтерии мы открыли и сразу видим весь функционал. То есть, здесь для активации определенного функционала требуется дополнительно проставить чекбоксы, то есть, вот такие вот зеленые галочки. И к таким дополнительно активируемым разделам у нас относится именно воинский учет. И если мы изначально не поставили сложок, что ведется воинский учет, то вот видите, раздел воинский учет у нас не будет этого раздела. То есть, в карточке организации этого раздела не будет, и, соответственно, вы не сможете не формировать документы, не формировать отчетность по этому разделу. Для того, чтобы активировать дополнительные блоки, в большинстве требуется переход в раздел НСИ и администрирование. Выбираем нужный нам подраздел, но в нашем случае это кадры. И, как вы видите, воинский учет, вот у меня проставлены чекбоксы, то есть, я провела дополнительную активацию этого подраздела, и поэтому в подразделе кадры я вижу этот блок, вот он, воинский учет, и документы, которые я могу сформировать. Снова перейдем на наши слайдики, и вот, собственно, пиктограммка, которую вы сейчас видите, мы с вами ее уже посмотрели, это, так сказать, акцент, чтобы вы остановились и подумали, ту форму отчетности вы применяете или нет, то есть, если у вас актуальный релиз программы, то, соответственно, и форма отчетности у вас высветится актуальной, или, если это уточненка, то вы выбираете период, за который вы уточняетесь, и у вас будет здесь уже актуальная на тот период форма. Итак, мы с вами формируем декларацию, так, регламентированный отчет, регламентированные отчеты, мы с вами, допустим, я не нашла, я не подавала до этого декларацию по прибыли на это предприятие, и, значит, декларация по прибыли, это у нас с вами налоговая отчетность, значит, вот я ищу, где у меня здесь декларация по прибыли, декларация по налогу за прибыль, значит, поскольку я его, так, организация, ну, пусть будет промсервис, сразу же мы над ним начали издеваться, то есть, я выбираю, заполняю и создаю, как вы видите, если у меня нету в общем журнале такой декларации, то это ничего страшного, я могу выбрать из полного списка то, что мне нужно, и, допустим, вот я нажимаю заполнить, у меня формируется декларация, после этого мне ее достаточно только записать, и у меня, соответственно, эта форма переместится на закладочку избранные, то есть, когда я открываю отчет, она у меня там уже будет отображаться, ну, вот мы сейчас так и сделаем, то есть, программа у меня ее записала, заполнила, записала, и я хочу закрыть теперь мою программку, вот, видите, она у меня есть в моем перечне, она в статусе в работе, то есть, я ее еще не отправила, я над ней пока корплю, и, собственно говоря, после того, как мы сформировали декларацию, мы можем приступать к заполнению, ну, как я уже сказала, титульный лист, это обязательное к заполнению, 1.1 это тоже обязательное к заполнению страница, ну, то есть, вот, первый раздел мы проверяем, что да, у нас это все заполнено, и лист 2, то есть, на самом деле, вот здесь у нас начинаются небольшие тонкости, в принципе, они тоже не новые, но на них нужно обратить внимание, обратите внимание, вот, на что первое, что лист 0.2 включается в состав декларации, и здесь, что нам важно, ну, во-первых, нам важен признак налогоплательщика, то есть, обычно организации проставляют 0.1, если у вас там фермерское хозяйство, то может быть 0.2, а вот 0.3 очень интересный код, то есть, это код, который показывает, что вы резидент особоэкономической зоны, ну, это у нас в Дальнем Владивосток, Калининградской области, в этом случае, вот здесь мы должны указать номер свидетельства о регистрации резидентом, и у нас будет два, то есть, если вы ведете деятельность только как резидент, то здесь будет код 0.3 и все, а если у вас какой-то отдельный вид деятельности попадает под резидентство, а кроме него предприятие еще ведет какую-то деятельность, то есть, например, занимается, во-первых, строительством, там, строит какое-то производственное предприятие, например, молокоперерабатывающий завод, а попутно к нему занимается, ну, например, другим видом деятельности, который не может быть переведен на режим резидентства, то в этом случае будет два листа, то есть, в одном листе будет стоять код 0.1, и вы должны ввести, естественно, раздельный учет и указывать все, что касается доходов, которые не попадают под резидентство, и будет второй лист, который будет содержать код 0.3, то есть, вот, допустим, я выбираю 0.3, который попадает под льготы резидентства, то есть, льготы по налогу на прибыль, на имущество, на землю и так далее. И, соответственно, будут уже и расходы, должны быть разбиты на два вида деятельности, ну, то есть, соответственно, вот этой кодировки. Видите, сейчас здесь большой список пунктов, кодов, точнее, которые вы можете выбрать, ну, естественно, в соответствии с тем, чем вы занимаетесь на самом деле. и указывать уже сведения, которые у вас формирует программа. На самом деле, естественно, у вас должна формироваться нормальная оборотка, должна быть закрыта обычная затратная счета, и вот здесь вот ставятся те цифры, которые у вас получаются по оборотной ведомости, то есть, вы можете их проверить. Здесь, напомню, что желтые поля, это поля, которые мы заполняем вручную, зеленые поля, это, соответственно, те, которые у нас формируются, светло-зеленые, это там, где мы можем руками что-то откорректировать, а темно-зеленые корректировки не подлежат, это вычисляемые поля, то есть, здесь будет представлен какой-то расчет, вот, в текстовом примечании мы видим, и так далее. На самом деле, в листе 0,2 у нас достаточно много есть маленьких тонкостей, в принципе, они не сказать, что бы слишком сложные, потому что либо содержат подсказки, что на что надо умножить и на что поделить, либо откуда взять сведения, то есть, вы видите, страница 190 минус, 100 минус, это, ну, то есть, подсказки, вы можете себя, ну, то есть, не только посмотреть, правильно ли программа заполнила, но на самом деле программа 99,9 случаев, естественно, заполняет правильно, но может вы где-то все-таки допустили ошибку, и она вот вылезет таким образом. Сейчас мы с вами переключимся на наши слайды. так, вот, и то, что касается 0,2 листа, то есть, как вы видите, на 0,2 лист у нас переносятся итоги по доходам, расходам и убыткам, то есть, для этого у нас существуют другие листы, которым есть приложение. Обычно вот шифровка, как формируется строка, как мы уже посмотрели, указана в комментариях к этой строке. Ну, вот вы видите, что у нас в общем-то в десятую строку дохода от реализации мы переносим сведения с первого приложения и то есть так далее. То есть, у нас сейчас снова переключаюсь на на нашу демоверсию. То есть, у нас практически, как вы видите, приложение номер один. То есть, вот это у нас будет вычисляемая ячейка, которая автоматически рассчитывается, а вот сюда перенесутся сведения, которые мы указываем в других листах, и, соответственно, у нас здесь будет тоже сведения, которые указаны в других приложениях, если можно так короче сказать. Вот, желтое это то, что мы должны заполнить руками, если у нас есть такие данные в программе. Снова возвращаемся к нашим слайдикам. То есть, по строке 0.60 0.2 листа мы считаем итоговый результат, то есть, либо прибыль, либо убыток. возвращаемся. Так, то есть, вот у нас сформируется выручка, то, что на другом листе. Вот у нас сформируется, допустим, сумма доходов от реализации. Дальше мы считаем наши расходы, и, соответственно, у нас должен автоматически посчитаться раздел, который показывает результат наших, в общем-то, вот так все сделаем. Должен сформироваться результат и того прибыль, и того налогооблагаемая база, ставки налогов. Если вы, допустим, не имеете каких-то льгот, то, соответственно, вы заполняете 3.17, если у вас есть какие-то льготы, то вы заполняете в том соотношении, какие льготы вы имеете. И, собственно говоря, вот это уже итоговая сумма, которую мы должны оплатить и показать, ну, собственно говоря, которая у нас становится основой для заполнения итоговых обязательных разделов, вот этих, вот то, что мы смотрели сначала. Снова возвращаемся к нашим слайдикам. И вот еще, что я хотела вам показать по поводу заполнения строк. Значит, смотрите, необходимо уделить внимание убыткам прошлых периодов, если вы выявили их в текущем отчетном периоде. То есть, если вы не применяете ретроспективный метод, то, соответственно, у вас попадают в текущий период ошибки исправляемые. То есть, соответственно, если у нас есть такие ошибки, если у нас есть такие суммы, которые мы исправляли в текущем периоде, мы должны в приложении номер 2 использовать строки 300 и 301. На самом деле, те, кто часто работает с такими ситуациями, те уже как бы знают, что эти строки нужно использовать. И включаем в общую сумму вне реализационных расходов. То есть, указываем их на листе 02 по строке 40. Здесь нужно четко понимать, что убыток, который мы переносим на будущее, мы показываем по-другому. То есть, в этом случае у нас строка 110 будет и лист 02. И, соответственно, для расчета мы берем данные с приложения 4, опять же, к листу 02. Также требуют внимание ситуации, когда предприятие проводило продажу основных средств. Во-первых, если мы продавали основные средства, то здесь нужно сразу определять амортизируемое основное средство было или не амортизируемое. Если амортизируемое, то в этом случае мы используем приложение номер 3 к 02 листу. А если было основное средство не амортизируемое, то мы используем приложение 1 к листу 02. то соответственно в этом случае в приложении 2 к листу 02 мы указываем цену покупки, ну и расходы, которые были связаны с продажей. И еще один момент, на который надо обратить внимание, это курсовые разницы. То есть если они у вас были, то есть если у вас были валютные операции, то вы должны показать это в приложении номер 1 0 второму листу. А отрицательные, то есть если у вас были отрицательные вне реализационные доходы, ну то бишь по-русски вне реализационные расходы, то мы используем приложение номер 2 и строку 200, опять же приложение к листу 02. То есть у нас получается, что убытки прошлых лет требуют дополнительного внимания, продажа основного средства либо амортизируемая, либо неамортизируемая и курсовые разницы, то есть на что следует обратить отдельное внимание. Теперь еще немножечко об уведомлениях. Как вы помните, с нового года у нас предприятия для уплаты единого налогового платежа могут использовать как платежные поручения, то есть по-старому отсылать платежки в налоговую инспекцию, так и используют уведомления о начисленных суммах. В этом случае уведомления тоже отсылаются в налоговую инспекцию, но если вы, например, предоставляли платежки, а потом допустили какую-то ошибку, то в этом случае вы теряете право на использование платежных поручений вместо уведомлений и должны будете так же, как и все остальные отправлять уведомления. Вот здесь есть небольшое уточнение, наверное, оно касается больше упрощенцев, то есть если, например, по результату квартала получилось, что требуется уплатить налог в меньшем размере, для них в строке 4 уведомления по данному КБК указывают сумму с отрицательным значением, то есть с минусом. Ну, естественно, минусовые значения не должны превысить исчисленную уже сумму платежей за предыдущие периоды. И еще одна тонкость это если услуги по предоставлению мест для временного проживания, это касается на самом деле санаторно-курортных организаций, и если они выставляют услугу по предоставлению мест, то в этом случае они не могут применять нулевую ставку как гостиница или иное средство размещения. Правило действует даже в том случае, когда это выписывается как раздельные услуги, то есть раздельные услуги по лечению и питанию, а раздельно услуги по предоставлению мест для временного проживания. И еще одно новшество, которое в принципе тоже как бы сильно заранее, это Минфин направил на регистрацию приказ, в котором вводится дополнительный код, то есть это дополнительный код для налога на сверхприбыль прошлых лет, то есть обеспечительный платеж по этому налогу, это то, что мы с вами проговорили в самом начале нашей встречи, то есть что предприятия обяжут разово заплатить налог на сверхдоходы, то есть вот для этого налога уже отправлено на регистрацию КБК, ну тоже заранее в общем-то готовится почва, чтобы потом это не вызывало затруднение. Еще у нас есть возможность, это тоже как дополнительный сервис можно рассматривать, то есть у нас при формировании декларации мы можем настраивать ее содержание, сейчас я переключусь снова на демо-базу, то есть вот у нас с вами сформировалась декларация, но я, например, знаю, что у меня этого не будет, этого не будет, ну то есть не будет там больше половины, потому что у меня предприятие получило за полгодия 3 рубля за продажу велосипеда, то есть естественно у меня не будет большинства этих разделов, вот чтобы мне не перелистывать все вот эти разделы и не смотреть, что мне нужно заполнять, а что не нужно, можно выполнять вот такую настройку, через кнопочку еще мы открываем дополнительные пункты меню и интересует у нас пункт настройка, вот когда мы открываем это меню, я могу что-то отметить, я вот выбирала сохранять расшифровку автоматического заполнения, то есть когда у меня через кнопочку заполнить происходит автоматическое заполнение, у меня сохраняются вот эти расшифровки, то есть это прибавить, это и вычесть, это и так далее, ну и соответственно я могу редактировать, что мне надо, то есть мне нужно приложение 1, мне нужно приложение 2, если лист, например, шестой мне не нужен, я могу снять этот флажок, ну то есть оставить только то, что мне надо и уже потом не заморачиваться на то, что мне требуется всего-то три листа, здесь их 20, так, это мы закроем и снова вернемся к слайдикам, то есть через кнопочку еще у нас можно убрать лишние разделы, убрать ненужную информацию, оставить только то, что требуется для предоставления в обязательном порядке. Ну и последнее, на что я хочу обратить ваше внимание, это в принципе тоже новость уже далеко не горящие пирожки, так сказать, а то есть это новость, которая касается того, что налоговая сейчас имеет право признать отчетность непредоставленной, несмотря на то, что вы все сделали как надо, в срок ничего не нарушили, потом вдруг вы получаете вот такое уведомление. На самом деле это постановление, которое введено, точнее, закон, который введен в действие 1 июля 2021 года, уже далеко не слежая, но тем не менее, поскольку сейчас возникает много вопросов, что налоговая начала применять вот это достаточно широко, то по нему возникают вопросы. То есть это был опубликован перечень ситуаций, которые налоговая в случае обнаружения может использовать для того, чтобы не принять вашу отчетность, точнее, признать ее непредоставленной, потому что, допустим, если отчетность не принята, то здесь уже немножко другая формулировка. Она предоставлена, но не принята, значит, она содержит какие-то ошибки. А если отчетность признана непредоставленной, то здесь уже, соответственно, включаются другие механизмы. и в общем-то и блокировка счета, и все другие фискальные мероприятия в полный рост. Значит, непредоставленная отчетность может быть в том случае, вы видите на экране перечень этих ситуаций, то есть если подписано неуполномоченным лицом. Как вы помните, с прошлого года квалифицированные электронные подписи выдаются только налоговыми органами. то есть соответственно это первый момент. Дисквалифицированным физическим лицом, если подписал, например, руководитель, который дисквалифицирован и к моменту предоставления отчетности еще не истек срок дисквалификации. Ну, положение о смерти подписанта до того, как отчетность была подписана, естественно, это уже просто мошенническая схема. А вот следующий пункт, к сожалению, достаточно распространен, если в отношении руководителя внесена запись в ЕГРЮ о недостоверности сведения о нем. То есть, на самом деле, почему это распространенная ситуация? Потому что, например, ваш руководитель поменял паспорт по возрасту. В этом случае в регистрационных данных в ЕГРЮ стоят его старые данные, а, допустим, других регистрационных сведений не отсутствуют. То есть, это просто кадровики не знали, что было такое событие. Либо, например, он поменял паспорт в связи с замужеством или в связи с вступлением брак. Та же самая история. То есть, налоговики могут не подозревать про такую ситуацию, если руководитель не поставил их в известность. В этом случае получается, что при формировании ЕГРЮ лицо, представляющее интересы общества без доверенности, будет содержать именно такую запись, что запись недостоверна. И потом придется вносить исправление и в ЕГРЮ, и в банковские документы и так далее. Еще предпринять достаточно много усилий, чтобы вас исключили из всех черных списков, куда вы попадаете в связи с этой ситуацией. Если, например, внесена запись ЕГРЮ о прекращении действия юрлица, тоже бывает часто, потому что при ликвидации предприятия выяснилось, что где-то допустили в какой-то отчетности ошибку, быстро сделали корректировку, отправили ее, а уже прошли сведения о том, что исключена из реестра ИГРЮ ваша организация. Ну и, наверное, самый болезненный вопрос – это расхождение с контрольными соотношениями либо ошибки в работе по страховым взносам. То есть чаще всего ошибки по страховым взносам возникают, когда достаточно много людей и формируется общая сумма начислений, то здесь было применено, например, неправильно правило округления. Вот в этом случае тоже возникает такая ошибка, которая приводит к признанию вашей отчетности непредоставленной. К сожалению, наше время уже подошло к концу. Я снова хочу вернуться к нашему первому слайдику. И еще раз напомнить вам наши контакты. Ну, во-первых, хотелось поблагодарить вас за внимание, за время, которое вы нам уделили. Ну, а во-вторых, пригласить вас к сотрудничеству. Мы будем рады оказаться вам полезными. Мы можем выполнить любые работы, которые касаются программного обеспечения семейства 1С и не только. То есть и совместимых продуктов и так далее. Поэтому ждем вас в гости. Будем очень рады ответить на ваши вопросы, если они у вас возникнут. Обращайтесь. А сейчас разрешите пожелать вам хорошего дня. Спасибо. Всего доброго.